Всем привет, друзья! Привет, мам! Все тебя потеряли, говорят, где мама? Мама где-то одна, мама где-то... Где мама? Мама с вами живёт, как она может быть одна? Ну, живу я одна в своей отдельной комнате. Да, так что... Смотри, поливают, окажется, днём. Я думала, только вечером поливают. Нет, всё поливают. Жаришка у нас, конечно. Кто-то говорит, что жара вроде как спала, но... Она-то... Нет, температура, может, спала, да, но по ощущениям влажность очень сильно. Мы живём ещё в центре Анталии, получается. У нас здесь такой жилой район, и здесь очень жарко. Если ближе к морю, там, например, приезжать, более свежее. Либо наоборот, либо к горам, да, наверх, вот туда куда-то. А там, да, может быть, и свежее. Да, ну, тут у нас просто нереальное жарища. И август, ой, август, сентябрь, это уже, конечно, такой месяц. Но сегодня, смотрю, опять тучки. Вчера были, кстати, тучки. Облака такие прям сегодня вот тоже. Ну, а я что, собственно, хочу поздравить всем всех с началом учебного года. С первого сентября. Всех, у кого есть дети, кто в школу пошёл, в сады. Терпение вам, родители, и нам тоже. А у нас тоже такое... Ну, как у нас, вот в Турции как раз, у нас в Турции... Хочу сказать, что первое сентября... Не первое, не первого сентября. В Турции, как правило, первое сентября, ну, как у нас привыкли, да, с цветами, там, линейки, всё вот это вот торжество такое. В Турции обычно каждый год в разные дни, насколько я понимаю, то 15 сентября. Короче, в этом году... Да, учебный год. Ну, праздник, линейка и всё такое. В этом году будет 6 сентября. А может, это только в вашей школе так? Нет, это по Турции так, 6 сентября. Во всей Турции, да, 6 сентября начинается официально учебный год, да. Это как вот, как у нас праздник 1 сентября. У них это в этом году будет 6 сентября. Ну, может быть, в каких-то, конечно, там, частных, других каких-то, может, школах или ещё где-то, может быть, как-то это и по-другому. Честно говоря, сегодня смотрела сториз у блогера одного. Вот русская школа. Пролезу. Русская школа, например, вот в Аланию. Они, по-моему, как раз-таки 1 сентября начинают. Но то она и русская школа, потому что так и начинается. Вот, 1 сентября. Мы сейчас идём в детский сад у нас. У Керема садик начинается 1 сентября. Начался вот уже. Сегодня он такой прям переживал очень сильно. Не хотел утром идти. Хотя мы вчера ходили с ним на собрание. Он вроде как бы нормально так. Ну, начал капризничать. Боюсь, боюсь. Хотя он у нас такой... Да, хотя он у нас такой мальчик, что он особо не стесняется и не боится ничего. Этот Демир может ещё такой более стеснительный. Но Керем как бы нет. Но сегодня он прям запереживал такое что-то. Прям я боюсь, я не хочу. И мы думали сначала на целый день. Думали, Ура его заберёт вечером. А в итоге я его отвела. А когда стала уходить, они мне говорят, до 12 часов. Первый день 2 часа всего. Но я такая думаю, ну вроде как оно и хорошо, что 2 часа первый день. Всё-таки на целый день страшно оставлять его, как он там будет. Первый раз вот так вот прям надолго. Вот. А с другой стороны до садика идти минут 10, наверное. Даже 15 от нашего дома. Ну не рядом как бы он находится. И получается мы его только отвели. И уже спустя час, там 2 уже нужно назад идти забирать его. Ну так же и Демир сейчас. Вот Демир со следующей недели только начинается. Наверное, сад тоже, кстати. Вот эту неделю он, наверное, будет по полдня, как у Демира. А потом будет на целый день уже. Так что это... Таня, а ты вот сказала про русскую школу, что русская школа с 1 сентября. Там преподавание, всё на русском, и там всё русское. Русская школа, да, на русском языке, всё. И, наверное, все обучающие программы. Всё как, да. А что это даёт для Турции? Ну ничего. Это будет обычное образование российское. Ну как бы... Как будто бы ты закончил школу в Россию. Вот так вот, скажем. А язык? Ну язык дополнительно есть турецкий ещё. Да, дополнительно турецкий язык есть. Ну, частные школы. Не знаю, здесь в Анталии очень дорогая. Хотя вот, которую мы Демира отдали в колледж, он тоже как бы не дешёвый. Может быть, русская школа бы столько и стоила, может быть. Возможно. Русская школа, наверное, там все в Кони-Алты. Ну мы в Кони-Алты есть и в Лари, да. Но мы принципиально как-то не хотим в русскую школу. Мы хотим всё-таки в Турции живём. Пусть он, ну, турецкий лучше изучает и говорит. Это всё быстрее будет намного, мне кажется. И не хвалят школы русские у нас. Нет, ну а дальше, ну, если он там надумает, дальше образование получал, то не нужно турецкое всё-таки образование или русского всё-таки будет достаточно? Да, мне кажется, без разницы. Главное, что оно будет окончено. Ну, получено. Получено, да, образование. Вот, ладно, здесь очень много машин. Мы сейчас придём в садик, посмотрим, как там Керем провёл полдня. Садик называется Инжи Танелери. Это переводится как... Инжи Танелери переводится как жемчужина. Сегодня так красиво всё здесь украсили, смотрите, шариками. Вон Керемтик в лице. Маска моя. А это котик? Я не котик, я человек паука. Человек паука? Хотел человека паука, получился котик? Скажи, как в садике тебе понравилось? Понравилось. Понравилось? Нет. Нет, почему? Я хотела там на кровати. Поспать хочешь там? Да, на кровати. На кровати через несколько дней. Скажи, а что вы делали там? Ну, ничего там не делали. Ничего не делали? Лепили там, рисовали? Что вы делали? Рисовали. Рисовали? Нет. А что делали-то? Что? Пластилином лепили? Нет. А что делали-то? А что делали-то? А кушали? Да. Я не покушала. Почему ты не кушала? А что вам давали кушать? Мороженое. Мороженое ты кушал? Да. А? Очень кушала с шоколадом, пигничком, белым. Белое с пигничкой, шоколадом? Да. Очень с луком кушала. А что? С луком. С луком? Да. Мороженое с луком? Да. Фантазер. Еще пойдем в садик завтра? Да. Да. Ну, пойдем. За Демиром пойдем? Крем, Демира пойдем собирать? Ну, пойдем. А теперь я иду за Демиром. О, я вообще уже устала. Я уже устала, только все началось, я уже устала. Первый день. Сегодня Крем всего, как я уже сказала, на пару часов в детском саду. И Демир тоже эту неделю, он пока только до 12.30. И только с 6 сентября начинается полноценное уже обучение. И мне немножечко накладненько. Садик в одной стороне, школу в другой стороне. Отвожу Крема, потом отвожу Демира. Ур не может, потому что он в 8 утра... Ур в 8 утра, уезжает на работу. Он может отвозить и Демира, и Крема, но им очень долго придется ждать, пока все остальные дети придут. Поэтому лучше пусть они дома чуть побольше поспят, и я их отведу. Вот. Ну и в обед также забрала Крема, потом забрала Демира. И не угодно. На следующий день, когда будет целый день, только ур уже вечером, будет их хотя бы забирать. Я буду утром отводить. Ну и еще, если я сдам вдруг экзамен по вождению, у меня экзамен в эту субботу, уже 4 сентября. Если я вдруг сдам экзамен, то права получу, и я смогу их отвозить уже. Будет попрочно. Ну, потому что не то, что ходить там я устаю, а просто очень тяжело по такой жаре как бы идти. Жарко. Друзья, еще знаете, что хотела сказать? У нас в Инстаграме, я очень часто там организовываю мы с девочками какие-нибудь конкурсы. Вот. И также сегодня организовали конкурс, выигрыш будет отдых в отеле, 7 ночей на все включено в Кемере отель. Вот. Ну, это как розыгрыш такой путевки. Все реально-реально выиграть. Если есть желающие, может кто-то тоже хочет принять участие, это у меня на страничке. Ссылка есть в описании, Инстаграм. И последний пост, где я на ручках там с Настей. И там как раз этот розыгрыш, прочитайте условия. Кто хочет, участвуйте. Может кто-нибудь из моих подписчиков выиграет. Я была бы очень рада. Вот. Конкурс. Так что смотрите. Сегодня у меня курсы. У меня осталось три занятия по полтора часа. Будут курсы у меня по вождению. А также еще делаем прямой эфир. В магазине обуви предыдущие видео смотрели, наверное. Я рассказывала там. Вот. Короче, у меня сегодня целый день. Я просто в бегах. А мама в обед ушла. Пойдет сейчас вот на педикюр. Мы здесь нашли рядышком. Рядом с нашим районом. Вот. Пойдет мама туда. Я тут на следующей неделе пойду. Еще мы обустраиваемся здесь. Маме нравится все. Вроде как все нормально. Так что вот так вот. Ой, я иду вообще вся мокрая. Просто нереальная жара. Керем вообще не может идти. Плачет. Говорит, жарко. Не могу. Камера у меня даже запотела. Ой. Такой жары. Ну, правда, очень жарко. Душно. Ветра практически нет. Вообще, если дует, то прям, ну, вот, чуть-чуть-чуть-чуть. Жарко, да. Ну, уж почти дошли до дома. Мама поехала на педикюр, я уже говорила. А мы вот сейчас отдохнем чуть-чуть. И потом на вождение. Мама, понимаем меня, как я леду. Да в мир колясочка везет. Друзья, тут читала комментарии. Спрашивайте мне опять про карточку Тинькофф. Как расплатиться, где, как, что можно пополнить ее. Насчет лирах там и так далее. Я всегда говорю, лучше всего, выгоднее, конечно, в Турции расплачиваться банковскими картами. Не надо долларами, евро. Потому что невыгодный курс, они округляют и получается абсолютно невыгодно. Ну, в редких случаях, когда это выгодно. Вот, поэтому рекомендую расплачиваться банковскими картами. Причем любых банков, ну, конечно, я говорю, я рекомендую Тинькофф. Там можно открыть счет в лирах. Открывается он буквально там за несколько секунд. Это очень легко. Просто открываете счет в лирах, туда сразу дома скидываете, ну, рубли переводят в лиру. То есть автоматически скидываются. И очень удобно, когда вы расплачиваете, сразу деньги снимают в лирах. То есть вам не нужно думать, ага, сколько у меня там рублей снимут. Они сразу в лирах снимают. Вы знаете, что у вас, например, тысяча лир есть. Значит, вот там купили что-то там, 100 лир. 100 лир снимут. Не будет ни комиссии, проценты, ничего брать. Очень удобно. И сейчас у банка Тинькофф есть акция. Подключаете себе эту карту, заказываете. И вам в подарок 3 месяца бесплатного обслуживания. Это очень круто. Ну, такой лайфхак вам. Если вы не хотите ей дальше пользоваться, вы можете попользоваться в течение 3 месяцев на время своей поездки. И потом ее просто закрыть. Так вот. Сейчас я просто дверь открываю. Так что ссылочку на карту, на заказ карты, ее можно заказать. Привезут вам сразу домой. Не надо никуда идти, искать еще что-то. Ссылочку оставлю под этим видео. Можете перейти, заказать в течение двух дней. Вам уже эта карта придет домой. Сразу подключите интернет-банк. И сразу можете перекинуть туда деньги. В общем, в лире пересек. Ну, короче, очень удобно. Мы пользуемся вот только ей. Все, пойдемте. Привет, Вар. Привет. У нас уже вечер. И я съездил уже на вождение. Получилось. Сегодня полтора часа у меня было. А потом мы поехали в Кони-Алты. Делала прямой эфир на втором канале. Прямой эфир обуви. Честно говоря, я подумала, что неплохая такая идея. В прямом эфире не продавать обувь, а просто показывать, какие есть там варианты. И сейчас я сильно устала. Правда, я вообще прям целый час прямого эфира. Ну, я не знаю, очень мощно, скажем так. Но Уру надо ехать еще на футбол. Он поедет играть. Он играет с друзьями, да, ты играешь? Да, друзья. Это с друзьями играет. И чтобы он меня домой туда-сюда не отвозил, я его подожду сейчас и поедем уже домой. Вот. Зайду сейчас покушаю, что я в торговом центре. Завтра новый день. Завтра опять детей. Опять и опять и снова. В сад, в школу отводить. И вот такое, собственно, здесь быстро. Кстати, воспитательница написала, что завтра у Керем будет не до 12 часов, как сегодня, а до часу дня, а в пятницу будет до трех дня. То есть они постепенно, постепенно, вот так вот не на целый день, а ну, чтобы он привыкал, в принципе, правильно. Вот. Будет это... Давай сюда. Ходить так. Все, друзья, еще раз хочу поздравить всех с первого сентября. Всем сил, терпения. Поздравляю всех. Поздравляю всех. Да, хорошего учебного года вашим детям. Ну и вам, если вы тоже еще учитесь. Все, друзья, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.